Да, я сразу хочу предупредить, что доклад будет не очень технический, потому что тут что-то очень много разных тем, и они все как-то странным образом друг с другом соединены. И поэтому, чтобы какую-то картину создать, я решил не везде вдаваться в технические детали, но если вы захотите, я, конечно, вдамся везде, где надо. Да, ну давайте я начну с того, что очень неформально просто скажу, что такое периоды смешанных мотивов Theta, потому что все, что я буду рассматривать, это попадает в эту группу, скажем так, чисел или функций, в зависимости от точки зрения. Ну и тут есть масса разных способов, как это сказать. Ну вот я выберу какой-то, может быть, неоптимальный. Ну давайте зафиксируем какое-то поле. Ну в некоторых примерах интересно брать числовое поле Q, а для меня это будет скорее какое-нибудь поле функциональное, может быть. Но давайте для простоты будем считать, что может быть Q. И тогда можно рассматривать периоды. Сейчас их называют, наверное, периоды по концерту Чузаке, но до этого задолго, я так понимаю, такие вещи рассматривались. И это просто интеграл от некоторой алгебраической дифференциальной формы по некоторому циклу. И вот такие комплексные числа называются периодами, если форма и цикл связаны с некоторым многообразием, ну там определенным над данным полем. Вот. Ну и я, значит, чуть более подробно напишу, просто потому что мне нужно сказать, что такое периоды Тейтерского типа, смешанного Тейтерского типа. И тогда я рассматриваю многообразие X, ну, скажем, компактное, гладкое. В нем какой-то дивизор. И рассматриваю форму, которая алгебраическая форма с полюсами на дивизоре. И рассматриваю некоторый цикл, который уже топологический цикл, вот он у меня лежит в гомологиях Бетте, с границей на другом дивизоре. Собственно, сейчас это идет самая техническая часть доклада. Вот. И тогда я рассматриваю интеграл от формы по циклу. И чтобы утверждать, что это период смешанного Тейтерского типа, нужно рассмотреть когомологию вот этого открытого куска X без D1 относительно D2, ну, там, техническим причинам без пересечения. Вот. И вот эти когомологии имеют смешанную структуру Ходжа, если она смешанного Тейтерского типа, то есть ее смешанные числа, ассоциированные и градуированные куски по весовой фильтрации чистые Тейтерские мотивы, то она называется, период называется смешанным Тейтерским. Вот. Но это вот скорее просто такое техническое рассуждение для тех, кто глубоко вовлечен в мотивы. Давайте я перейду к примерам, которые гораздо более элементарные, чем все эти рассуждения. То есть, я бы сказала, D это Бетте. Да, B это Бетте, DR это DRAM, и я, по сути, дальше не буду особо в это вдаваться, то есть весь рассказ будет про конкретные примеры и достаточно конкретные интегралы или объемы и так далее. Но это все попадает в эту алгебру этих чисел, в кольцо этих чисел. Вот. Ну и вот несколько примеров просто проиллюстрировать это определение, а потом пойдут важные примеры для нас. Ну вот 2π там, это классический пример такого рода интеграла. И логарифм А, ну, видимо, в зависимости от поля, например, национальное число, это тоже такой период. И вот здесь я обозначил прям конкретно, какие классы когомологии надо брать. Форму ДТ поделить на Т, которая, естественно, образующая первых когомологий окружности, соответственно, по 1 без 0 бесконечности. И путь от единицы до а топологический, который, наоборот, образующий первых когомологий. И вот если их спарить, то вы получаете логарифм. А вот если посмотреть на сумму групп, то можно доказать, и это совершенно не сложно, просто используя точную последовательность, там, пары и... Точную последовательность Гизина, наверное, что эта штука, это вот как раз смешанная Тейтовская, смешанная Тейтовская структура Ходжа. Вот. Но это вот такие примеры в каком-то смысле не очень удивительные. А интересные примеры периодов такого типа, то есть интегралов смешанного Тейтовского типа, это вот полилогарифмы. Собственно, полилогарифмы – это, наверное, такой самый главный пример. И гипотетически это универсальный пример, то есть все периоды смешанных Тейтовского типа должны выражаться через полилогарифмы. Но я про это скажу. Но давайте перед тем, как я буду это говорить, я скажу, что такое, там, ди-логарифмы, потом и прочие полилогарифмы. И опять же, тут детали для того, что я сейчас буду рассказывать, понимать, наверное, не так важно, сколько вот общую структуру. Значит, вот ди-логарифм – это некоторая функция совершенно конкретная, которая возникает повсеместно в математике, где пытаются… люди пытаются интегрировать явно что-то, в частности, физики, вычислениях диаграмм Фейнмана и много-много где еще. Это просто некоторый двойной интеграл, который возникает при интегрировании логарифма, по сути дела, регулярной произведения логарифма. И у него есть какое-то красивое задание рядом, там, где а меньше единицы. Это просто ряд, который такой же, как у логарифма, только с квадратом в знаменателе. И в этом виде функция была… вначале изучалась Лобачевским, а потом, так сказать, интересно, она появилась у Эйлера, и Эйлер использовал ее функциональное уравнение для ди-логарифма для того, чтобы посчитать явно π квадрат нашей, то есть сумма обратных квадратов, чтобы догадаться, что это π квадрат на 6, этот ряд очень медленно сходится. И вот он использовал функциональное уравнение для быстро сходящегося ди-логарифма, чтобы просто выписать первые несколько цифр, много цифр от π квадрат на 6, от суммы обратных квадратов и догадаться, что это π квадрат на 6. Но можно эту функцию задать интегралом, и тогда нетрудно проверить это упражнение, что можно ввести некоторое многообразие, которое в этом случае будет, наверное, конверно конфигурации пяти точек, M05, если компактное многообразие, то это будет поверхность Дель-Петса, на которой нужно выкинуть какие-то дивизоры и взять относительно каких-то других и в качестве периода получить ди-логарифм. Ди-логарифм возникает очень много где, объемы трехмерных многогранников, как мы поговорим скоро, выражаются через ди-логарифмы, и специальное значение дзетта-функции числового поля в точке 2 выражается через ди-логарифмы. И, в принципе, ди-логарифмы – это самый частный, наверное, пример, возникающий в математике чего-то связанного с смешанными тейперскими мотивами. Но у него есть обобщение, которое выглядит совершенно наивно, просто можно взять и в этом же ряде заменить 2 на n, произвольное число, и это будет то, что называется классический поля-логарифм. Сейчас я изменяюсь, можно вопрос? Да, конечно. Напомните, пожалуйста, ди-логарифм, он также связан с пятичленным соотношением. Да, пятичленным соотношением. Я даже хотел его обсудить, но в итоге я решил, что я, может быть, не буду. Но если хотите, я с удовольствием обсуду. Значит, я могу… Ну, давайте чуть попозже я про него скажу. Это будет момент, когда про него хорошо сказать. Да, ди-логарифм удовлетворяет пятичленному соотношению. Все правильно. Это формула одной из самых важных в этой истории уравнений, функциональных, это уравнение для ди-логарифма. Ну, хотя давайте я напишу, раз уж зашел разговор. Значит, пятичленное соотношение – это уравнение для ди-логарифма. Я ди-логарифма, который придумал Абель. И я запишу его сразу в красивой формулировке, не той, которая появилась изначально. Но она зато будет очень близка к тому, что дальше будет в докладе. Мы рассматриваем конфигурацию пяти точек на P1, произвольных, различных. И тогда можно для любых четырех из них определить двойное отношение. Ну, я просто напомню, так уж. А-B, С-D, А-D, А-C-B. И тогда можно рассмотреть сумму ди-логарифмов от двойных отношений, где нужно взять пять точек и выкинуть из них одну, а X и D выкинуть. И тут будут знаки минус единица в степени i. И вот эта штука, но она не равна нулю. Я напишу, ш равна нулю, что стоит здесь для shuffle relations, которые, может быть, мы потом немножко обсудим. И это означает, что она равна сумме произведений логарифмов. То есть мы считаем, что логарифм – функция простая. И, соответственно, сумма ди-логарифмов, она не совсем равна нулю, но она выражается через более простые функции, через произведения обычных логарифмов. Да, вот это замечательное пятичленное соотношение, у которого есть алгебраическая интерпретация, кластерная интерпретация, у него есть, самое главное, геометрическая интерпретация через объемы многогранников, которые я упомянул, когда мы до них дойдем. Вот, да, но вот если у ди-логарифма уравнения очень простые, то три логарифма и выше уравнения сложные. И для, скажем, семи логарифм… Да, не можно еще один вопрос, я извиняюсь. Я не случайно встал рано утром. Вот. Дело в том, что вот это соотношение, оно хорошо для группы плохо, которая, как известно, вычисляет одну мотивную когомологию. А вот можно напомнить, вот высшие поли-логарифмы, значит, как они гипотетически… Можно ли сформулировать, что они задают соотношение для гипотетически для высших мотивных когомологий? Вот я этого не помню. Да, да, да. Если хочешь, да, гипотетически. Да, давайте не буду записывать, я словами тогда скажу, если можно. Словами, напомните. Словами идея такая. Вот я еще через 5 минут скажу про кратные поли-логарифмы. Давайте вот так, я дойду до кратных поли-логарифмов через минутку, и тогда отвечу на вопрос. Можно еще чуть-чуть более глубокий вопрос? Я чувствую, что я упущу момент, если не спрошу сейчас, почему они логарифмы? Ну, потому что это последовательное интегрирование логарифмов, по сути дела. Это надо взять логарифм, чтобы получить дилл, надо взять логарифм от 1 минус х поделить на х, интегрировать, чтобы получить 3 логарифма, надо взять дилл логарифм от х поделить на х и проинтегрировать и так далее. То есть последовательное интегрирование логарифмов, поэтому они называются. Вот еще один пример. Так, я тогда сейчас удалю пятичленное соотношение, потому что оно немножко уменьшает. Ну, ладно. Вот еще один пример. Это итерированные интегралы, так называемые итерированные интегралы Чена. И изучается случай P1. Мы берем P1, на нем какое-то количество точек, и берем некоторый набор один форм на P1, который просто, ну, ДТ поделить на Т минус АИТ, и интегрируем. Но здесь стоят вот эти кружочки, которые означают итерированный интеграл, и это можно расписать явно. Это интеграл по многомерному симплексу от таких вот форм, в которые разные переменные подставлены, ТИТы внешне перемножены, интегрирование идет по симплексу. Вот. Вот это пример тоже выражения, которое есть в смешной мотив ТИТа, и, в принципе, есть конструкция, которая строит мотивы ТИТа по итерированным интегралам на пространстве, ну, с определенным количеством ограничений. Здесь ты на каком пространстве интегрируешь? Ну, на самом... Ну, вот здесь, в данном случае, просто интегрирование идет по, ну, там, какой-то пленке в CM технически, ну, вещественной пленке M. В алгебраическом смысле? В алгебраическом смысле там надо так делать, надо взять P1, и дальше по P1 можно построить некую симплециальную схему, которая называется торсер путей, конструкция торсера путей по Беллинсону обычно. И это некоторая конструкция, которая позволяет описать проунепатентное пополнение фундаментальной группы по один без набора точек как когомологии чего-то. И вот это чего-то, это и будет чьи когомологии надо брать. Это какие-то относительные когомологии, которые строятся по, грубо говоря, произведениям по один без наборов точек, и там какие-то диагонали надо выкидывать. В таком духе конструкция. Я могу ссылки. Есть несколько ссылок, где она описана. Да нет, примерно понятно. Вот. Да, но это нетрудно доказать, что это смешанный тейтерский мотив совершенно. Это как бы автоматически следует из того, что это из P1 склеено так просто. Вот. Ну, наконец, самый главный пример и самый странный немножко это кратные полилогарифмы, которые в таком виде, видимо, вилганчуров, хотя и патетерированные интегралы это почти то же самое. Сейчас скажу, как они связаны. Они существовали еще с 19 века. Там по Анкаре, Леподанилевске и так далее. Тогда уже это все активно использовалось. Вот. Кратный полилогарифм задается таким же рядом, как классический полилогарифм, только теперь здесь ведется суммирование по k-индексам, и тут есть параметры n1 и так далее, nk это натуральные параметры. Вот. Это удивительная функция, и она, значит, с одной стороны, она очень простыми формулами связана с итерированным интегралом. То есть я не хотел их выписывать, потому что она немножко, ну, такая громоздкая, получается, на полстранице, но по сути, вот если вы посмотрите, тут есть ремарка, ли 1 1 от ab, это итерированный интеграл, 0 1 a a b. Ну и вот так вот, любой полилогарифм, он выписывается, как итерированный интеграл, и там надо ставить 0 1, а дальше где-то нули, а где-то произведение аргумента. Явная совершенно формула. То есть в каком-то смысле итерированные интегралы и полилогарифмы, это просто одно и то же, это просто два способа записи одной функции, но удивительным образом у них какие-то совершенно разные, где-то взаимодополняющие свойства. Самый главный пример кратного полилогарифма, который встречается, так сказать, сейчас очень активно, это кратные z-значения, введенные, я так понимаю, донзаги, и это просто полилогарифм в единицах. Если единички подставить в качестве вот этих вот аргументов о идах, то это будет кратное z-значение и их удивительные соотношения между ними и так далее. Много из этого верно и для полилогарифмов. Хотя общая теория кратных z-значения, она имеет отношение к мотивам theta над z, так называемым, а мы как бы берем мотивы theta над полем, над q или над произвольным полем. Это гораздо более, естественно, широкий класс объектов. Ну, в частности, мы подставляем в полилогарифмы произвольные элементы из поля из q, например, а не только единицы. Но я хочу подчеркнуть, что вот, собственно, кратные полилогарифмы и итерированный интеграл это примерно одно и то же. И гипотетически это все, что бывает. То есть гипотеза универсальности Гончарова говорит, что период любого смешанного мотива theta это линейная комбинация кратных полилогарифмов. Вот. И это значит, что если вы откуда-то нашли какой-нибудь интеграл, который, скажем, объем тетраэдра какого-нибудь, который или еще что-то, про что вы знаете из соображений и вычисления когомологии, что он смешанный тейтовский, то гипотеза универсальности говорит, что нужно пытаться выразить его через полилогарифм, и это должно получиться. Вот. И в примерах это бывает очень нетривиально. Я расскажу про как раз одно такое вычисление подробно. Но вообще это такая гипотеза очень сильная, то есть она говорит, что какие-то нехитрые утверждения про когомологию, довольно легко проверяемые часто, оно влечет то, что ваш интеграл выражается явно через такие вот близкие к элементарным функциям. И тут уместно сказать про то, про что был задан вопрос, как это связано с мотивами, в смысле уже с мотивными когомологиями. Скажем, и давайте я скажу устно, вот можно рассмотреть какое-то поле призвольное. И дальше можно, значит, задача, которая есть, это описать мотивные когомологии, ну и в соответствии с философией, как я понимаю, Беренсоном предложенной, мотивные когомологии это группы расширений в категории смешанных мотивов Тейта, и соответственно категория смешанных мотивов Тейта в Танакиево, поэтому можно смотреть на алгебру Хопфа обрамленных мотивов, которые, ну в общем, очень близкие к этим периодам и есть. Вот, и дальше вопрос, ну для того, чтобы задать мотивные когомологии любого поля образующими соотношениями, ну или гомология какого-то комплекса, заданного образующими соотношениями, нужно эту алгебру Хопфа просто описать явно образующими соотношениями. Ну и вот из этой гипотезы понятно, что в качестве образующих нужно просто брать символы, которые, ну вот, зависят от набора элементов поля и их смысл в том, что они ведут себя как вот эти поле логарифмы. Ну это просто формальные символы А1, так далее, АК, и дальше нужно сказать, что они удовлетворяют каким-то соотношениям. Это должны быть функциональные уравнения для поля логарифма. Все, в общем-то. И дальше нужно описать, как устроено К умножение, и я до этого дойду попозже. И вот дальше предполагается, что вот это, если гипотеза универсальности верна, если еще ряд гипотез верны, если верна нетривиальная гипотеза, что расширение в категории мотивов вычисляется так же, как можно вычислять чисто в категории мотивов Тейта. В общем, если верна куча разных сложных гипотез, то тогда получится задать мотивные когомологии образующими соотношениями, где главная роль отведена образующим, связанным с кратными поля логарифмами и соотношением, связанным с их уравнением. А можно вопрос? Вот количество параметров А1, АН, как я понимаю, оно должно связано быть с весом мотивных. Да, вот вес – это сумма вот этих параметров НИТых, которые стоят внизу. МИТых. НИТых, вот этих вот. АНИТых. Да, вот эта вот сумма НИТых – это вес, а вот еще у поля логарифма есть такой важнейший параметр, который называется глубина. И он загадочный, то есть, ну, здесь он определен просто как количество аргументов. Но если на него посмотреть на уровне итерированных интегралов, то это уже что-то странное, это какие-то нори, надо туда подставлять их считать. И вот гипотеза, которая меня больше всего будет в этом докладе интересовать, одна из, это гипотеза глубины Гончарова. Значит, гипотеза глубины, гипотеза вот о чем. Вот у вас есть какое-то выражение с поля логарифмами. Ну, например, оно встретилось, скажем, в физике или еще откуда-то, вот сумма сотни поля логарифмов. Извини, небольшой еще вопрос. То, что ты говорил про гипотезу Гончарова, там же все-таки не совсем образующие соотношения, там выписывается комплекс и его гомология. Да, это задано образующими соотношениями будет алгебра Хопфа, которая гипотетически и есть алгебра Хопфа, чьи там копредставления это мотивы Тейта. А ее когомологии будут считаться когомологией куцепного комплекса, и поэтому, ну, да. То есть сам комплекс, он более-менее явный получается, в смысле, что образующие соотношения, но надо считать гомологию еще. Гипотетически, да. Но там комплект уже сразу обрезанный, как я понимаю. Да, да. В смысле, что там верна эта гипотеза? А когомология кулеадавен. Да. Ну, вот я, собственно, дошел до гипотезы глубины, которую сейчас я хочу сказать. Я скажу сейчас урезанный вариант, а потом упомяну общий вариант тоже, но общий вариант нас мало затронет, нас затронет урезанный. Значит, утверждение очень такое конкретное. Значит, у полилогарифмов, как я сказал, есть глубина. Глубина – это вот количество аргументов внутри кратного полилогарифма. И, как видно из этой формулы, вот если у вас есть полилогарифмы какого-то веса, то, ну, полилогарифмы веса n могут иметь произвольную глубину от n до единицы. Если глубина 1, то это классический полилогарифм. Вот тут фигурирует ровно один аргумент. Если глубина n, то это самый общий, он на самом деле легко переписывается как такой произвольный интерьерный интеграл. Но между ними бывают еще полилогарифмы, я не знаю, глубины 2, глубины 3 и так далее. И на это нужно смотреть, как на некоторую фильтрацию на периодах смешанных мотивов Тейта. То есть, если у вас есть произвольный смешанный мотив Тейта, то, ну, в общем, надежды особо выразить его через полилогарифмы, скажем, глубины 1 нет. Но есть какая-то маленькая часть периодов, которая выражается через меньшую глубину, еще меньшая часть через еще меньшую и так далее, вплоть до совсем маленькой части всех мотивов Тейта, которая выражается через полилогарифмы глубины 1. И вот гипотеза глубины, она просто говорит условия, гипотетически необходимые и достаточные на то, чтобы полилогарифм выражался через полилогарифмы глубины меньше чего-то. Вот. И условия это как раз в терминах той алгебры Хобфа, которая сейчас обсуждалась, там условия на коумножение, его некоторые компоненты должны зануляться у итерированного коумножения, и тогда гипотетически полилогарифм выражается через полилогарифмы заданной глубины. Вот. Но я не хочу сейчас про коумножение, говорить, и поэтому я сформулирую только ту часть, которая формулируется вообще без ничего. Если не накладывать никакие, если брать произвольный смешанный мотив Тейта, то есть произвольный смешанный мотив Тейта, то гипотеза Гончарова говорит, что он всегда выражается через полилогарифмы глубины половины аргумента. То есть половина веса. То есть вот пример, если вы возьмете Ли 1.1, который, ну, такой полилогарифм веса 2 и глубины 2, то есть самый общий, то его можно явно выписать через полилогарифмы глубины 1, через Ли 2, классический логарифм. Вот. И тут написана формула. И такое же утверждение верно для 3 логарифмов. То есть есть формула, которая вывязывает Ли 1, 1, 1, выражается как огромная сумма Ли 3, потому что целая часть от 3 пополам это все еще один. И поэтому на самом деле в весе 3 нет никаких, кроме классических полилогарифмов. Вот. Ну, а если вы берете Ли 4, то там уже это неверно, но известно было, что любой полилогарифм веса 4 выражается через Ли 3 1 и Ли 4. И вот эти Ли 3 1 имеют глубину 2, а Ли 4 глубину 1. Вот. Ну, и на самом деле общее, что было известно, это то, что полилогарифм веса n выражается через полилогарифмы глубины n-2. То есть можно всегда убить пару аргументов какими-то, в общем, написать полилогарифм через сумму большого числа полилогарифмов на 2 аргумента меньше. И это очень интересно, потому что даже на практике были интересные ситуации, когда вычисления каких-то интегралов, скажем, приходящих из физики, связанных с интегралом Фейнмана, с диаграммами Фейнмана в определенном суперсимметричном Янг-Милсе задавались конкретной формулой, которая была суммой тысячи полилогарифмов веса 4 и глубины 4, но оказалось, используя гипотезу Горичарова, что можно предположить, что они вычисляются через классические 4 логарифмы, а потом это было вычислено и оказалось, что это выражение очень простое, в нем 4 члена вместо сотен. Это не история с 950 с чем-то не тысяч, а более конкретно то, что Гайгл сделал. Нет, это не совсем. Это не этот пример, но это близкая история. Гангл, собственно, доказал формулу, которая показывает, что можно глубину полилогарифмов веса 4 при условии, которое гипотеза Гончарова в общем случае накладывает, когда он выражается через полилогарифмы глубины 1. Давайте я спрошу сейчас, понятно ли это гипотеза. У нее такое конкретное утверждение очень, в общем-то, но я понимаю, что тут много всяких тоже путанных немножко определений. Могу ли я продолжать или мне еще какой-то пример привести? Да все понятно. Все, хорошо. Почти. Да, почти. А можно про вес 2 чуть-чуть больше сказать, потому что я так понимаю он вот пока самый доступный? Ну, в весе 2 нет никакой гипотезы. То есть весе 2, ну в смысле в весе 2 есть гипотеза, что полилогарифмы веса 2 выражаются через полилогарифмы глубины 1, то есть классические. И вот я прямо написал формулу. То есть тут даже и доказывать нечего. Но в весе 3 это такая же формула тоже есть, веса 1.1 через ли 3, и в ней уже полстраницы членов, то есть там я не знаю, ну штук 20, наверное, довольно хитрых выражений. А весе 4, чтобы ли 1, 1, 1, 1 выписать через ли 3, 1, это уже, наверное, там штук 50. То есть это, эти формулы, они становятся довольно быстро, очень сложными. Вот. Можно я спрошу? Да? Мне просто очень интересно, пока то, что было утверждение, которое ты сказал, про то, что все выражается через n-2. Ну, как-то через что поле логарифм. Да, да, да. Значит, веса n выражается через поле логарифма глубины n-2. Ну, есть, ну, и пока вот все те примеры, которые ты привел, они подходят именно под это утверждение, на самом деле. Да, да, да. А как бы, так сказать, разницей, ну, то есть кто-то заметил для пятерки-то? Вот, вот для пятерки это оставалось очень долго недоказанным. И уже для пятерки, для шестерки совсем. И я так понимаю, что, ну, сейчас я скажу общий, ну, в смысле, собственно, результат, который я хочу рассказать, это вот доказательство этой гипотезы. Но, вот, одновременно с тем, как я записывал это доказательство, как я понимаю, группа из Герберта Гангла как раз Данила Радченко и Стивена Шарлтона доказали для веса 5 и 6. Они, по-моему, получили формулу, но они тогда ее не опубликовали еще. Это было примерно одновременно с тем, как я вот этим занимался. То есть, вот буквально, как бы, это все одновременно происходило. Но, вот, ну, как бы, до этой истории не было даже весе 5 выражений через полиолгарифмы глубины 2. Окей, спасибо. Вот. Извините, пожалуйста, вопрос идиотский совершенно. Это как-то связано с деятельностью про амплитуду Эдера и аркани Эдов, которые очень амплитуду Эдера там Ну, вот именно с той деятельностью. там, то, чем занимается эта группа, там, в основном, как я понимаю, они очень красивым образом выписывают сами интегралы. То есть, они интегрант в интеграле, ну, в диаграме Фейнона выписывают каким-то красивым образом, связанным с кластерными объектами, с космонианом и прочее. А здесь задача идет про интегрирование. И вот, как я понимаю, у этой группы они пока особо именно интегрированием не занимались, хотя, наверное, ожидается, что, по крайней мере, многие из этих интегралов полилогарифмы, по крайней мере, в маленьком количестве петель. Но я совершенно не уверен, по-моему, никогда не слышал гипотезы, что в тех теориях, которые у них возникают, это всегда полилогарифмы. А в самых простых физических теориях часто возникают периоды, которые не полилогарифмы, даже в Пси-3, Пси-4 уже возникают. мотивы К-3 поверхности и так далее. Так что я боюсь, что так напрямую... То есть, интересно посмотреть на конкретные примеры. Вот примеры, которые я описывал, они возникали при вычислении... Но это другая группа. Это вот Ланс Диксон и вот его, по-моему, соавторы вычисляли конкретные совершенно периоды, и там нет в таком виде кластерной деятельности, там нет амплитутоидра. Вот. Ну, в общем, не знаю. На самом деле, это все очень интересно, и я так понимаю, что просто еще совсем не изучено. Вот. Но общая гипотеза глубины, которой я особо не буду про нее много говорить, но просто скажу, что она дает необходимые достаточные условия, когда глубину можно понизить еще больше. И это уже верно не всегда. Можно легко доказать, что вот в общем случае глубже, чем n пополам не получится пойти. Но есть условия, когда можно, и для этого нужно проверять некоторые критерии в терминах коумножения. И эта гипотеза доказана для опоры логарифмов веса 4, вот как раз с помощью формулы Гангла, ну, а у нас с Гончаровым другое доказательство, но вот выше, чем глубина 4, она нигде не доказана. Чем вес 4, она не доказана. То есть весе 5, она уже полностью открыта. И весе 6 тем более. Вот. И я просто отмечу, что у всей этой деятельности про глубину есть два таких очень красивых приложения. То есть если гипотеза глубины была бы доказана, ну, в сочетании еще с некоторым количеством более технических результатов, ну, которые гораздо проще поверить, чем гипотеза глубины, то из нее бы следовало два таких удивительных факта. Во-первых, гипотеза заде знаменитая, что если вы берете числовое поле, и берете за эту функцию числового поля и подставляете в нее натуральное число, то получившееся выражение выражается через сумму произведений классических полилогарифмов. И вот то, что здесь стоят классические, а не кратные, это самую главную роль играет. Это как раз из гипотезы глубины бы следовало, а иначе это совершенно непонятно, откуда берется. Вот. Ну, и очень близкая к ней другая гипотеза, что объем произвольного гиперболического многообразия произвольной размерности это сумма классических полилогарифмов. Вот эти две гипотезы были бы такими самыми красивыми следствиями общего случая гипотезы глубины, которые пока ну вот вообще почти везде открыты. Я не очень понял второе второе вот это следствие. Да. В смысле, какими параметры задается многообразие? В смысле, полилогарифмы от чего хочется считать? А, я прошу прощения, ну, давайте я скажу из кущерцов для простоты. Алгебраические числа. Я понял. Но, там дальше уже нужно разбираться как бы над каким полем определено многообразие. и если для там трехмерного гиперболического я хорошо понимаю, что нужно говорить, видимо, про trace field, то что делать для общего, я просто сходу не... А про это много не думал, поэтому я лучше не буду врать. Давайте скажем для алгебраических числений. Тогда точно это будет хорошо. Гипотез. Вот. Ну, они друг с другом связаны, но, опять же, я хочу рассказывать не совсем про это, а вот про сюжет, который про гипотезу глубины доказывает, что произвольные полилогарифмы выражаются через глубину пополам. Вот. И я просто скажу, как бы доказательство состоит из двух частей, и я просто скажу сейчас две части этого доказательства, а потом весь рассказ уйдет в геометрию, которая вообще с коду с этим не связана. Значит, но, как выяснится, связана. Значит, возьмем набор точек на P1. Вот они, кстати, у меня обозначаются. И тогда, значит, идея доказательства этой гипотезы глубины такая. Значит, вводится некоторая функция, строится некоторая функция, которая у меня называется кули от nk, где nk – это параметры, и она зависит от набора точек. Это проективно-инвариантная функция. Вы можете про нее думать, как про… Ну, это тоже какая-то сумма полилогарифмов. То есть, это тоже период мотивов theta. Вот. У него вес n плюс k и глубина n. И вот самое важное – это то, что глубина у него зависит от количества точек только, а вот вес у него может быть каким угодно. Тут можно менять параметр k, и он на любом количестве точек выдает полилогарифмы всех весов, начиная с n. Вот. И эта функция обладает двумя свойствами. Там она у меня называется quadrangular polylogarism, хотя я допускаю, что есть более какое-то красивое название по-русски. Квадрангулярный полилогарифм звучит, конечно, немножко монструозно. Значит, у нее есть два свойства. Одно из них простое относительно, ну или, по крайней мере, там не такое удивительное. Это свойство универсальности, что произвольный итерированный интеграл, в частности, все кратные полилогарифмы, можно выразить через кули от вот этих параметров, где n и k одинаковые или n и k отличаются на 1. То есть, вот эта штука имеет вес 2n и глубину n. А вот эта штука имеет вес 2n плюс 1 и глубину n. Ну и, собственно, просто это выражение уже все доказывает, потому что, если это знать, то, ну хорошо, вот появилась функция, которая имеет глубину, которая как раз половина веса, и я сказал, что через нее все выражается. То есть, в общем-то, это как бы и доказывает гипотезу. Вот, но вопрос, конечно, то есть, ну я написал второе условие, что она выражается через полилогарифмы глубины вес пополам, но это, собственно, я как бы и до этого уже сказал. Вот, ну и, в общем, это как бы, ну это даже не идея, а просто структура доказательства гипотезы. Вот, ну и, конечно, самый главный вопрос, откуда эта функция берется, и я скажу пример, а потом скажу общую идею. Значит, вот здесь написана функция QL2,0, и она зависит от шести точек, которые у меня нумерованы от нуля до пяти. Вот, и дальше это некоторая сумма совершенно конкретных полилогарифмов. я беру Li1,1 и подставляю в него два двойных отношения, и дальше, ну вот, картинка такая, вы берете шестиугольник и всеми способами режете его на четырехугольник. Таких способов три. Вот я нарисовал справа три так называемых квадрангуляции шестиугольников. И дальше я просто беру и подставляю в Li1,1 двойные отношения, которые связаны с четырехугольниками, которые фигурируют в этой квадрангуляции. Вот, ну вот и все, это кули 2,0. Ну, можно спросить, как бы, что в ней вообще замечательного и почему квадрангуляции. Ну, я потом расскажу, откуда эта функция взялась. Она взялась совершенно из других соображений, связанных с объемами. Но я могу сейчас уже сказать ее как бы глубокий смысл, в чем чудо заключается этой функции, так сказать. Оно вот какое, что, ну, вот мы обсуждали, что есть итерированные интегралы. И можно рассмотреть итерированные интегралы просто на P1 без набора точек x0 и так далее, x5. Вот, ну, на самом деле это будут какие-то вариации смешанных мотивов тейта на проколотой проективной прямой, у которых ветвление, оно, ну, точнее, извиняюсь, не на проколотой проективной прямой, а на пространстве модулей конфигурации шести точек. и это некоторая вариация мотивов тейта, и если на них посмотреть, то у них ветвление происходит, ну, на границе, там, где, ну, если вот компатифицировать, то там, где точки начинают склеиваться. А внутри m06 у него нет никакого ветвления, это такое вот, ну, в общем, абсолютно прекрасная вариация смешанных мотивов тейта. И вот, если вы возьмете любой член этой формулы по отдельности, то у него есть ветвление не только, где точки совпадают, но и в более сложных дивизорах. Например, там, где двойное произведение двойных отношений равно единице. Это, на самом деле, дивизор, где шесть точек находятся в проективной инволюции. В школьном смысле это как-то надо квадратно рисовать на плоскости, нарисовать пересечение сторон с прямой, и вот эти шесть точек, они в инволюции. Вот на таких дивизорах у каждой отдельной компоненты этой функции есть ветвление. Но сумма, она так устроена специально, чтобы это ветвление сокращалось. И поэтому в сумме эта штука это некоторый итерированный интеграл на m06. И дальше оказывается, что если брать правильные значения n и k, то через такие итерированные интегралы можно все выразить. И это не очень сложно, потому что итерированные интегралы на m0n это очень просто устроенная вещь. Но с другой стороны, вот если их записать через полилогарифмы так, чтобы они имели глубину половина, то там появляются полилогарифмы, где каждый в отдельности имеет очень сложное ветвление, а в сумме оно сокращается. Это вот просто такая общая идея. Я не уверен, что это понятно было в таком изложении, но если нет, то это ничего страшного, потому что мы еще этого коснемся, и я сейчас сменю немножко сюжет все равно. Есть ли какие-то вопросы? Ну, в общем случае, вот эта формула для этой функции кулиенка, она использует суммирование по всем разрезаниям многоугольника. Нужно взять многоугольник и пронумеровать его вершины точками, от которых функция зависит аргументами. x0, x1, x2 и так далее, x2n плюс 1. И дальше нужно рассмотреть все квадрангуляции этого 2n плюс 2 угольника. Это разрезание на четырехугольники. Количество удивительным образом это некоторое число, которое очень похоже на числа Каталана. 3n факториал поделить на n факториал 2n плюс 1 факториал. И вот нужно сложить по всем таким квадрангуляциям некоторые полилогарифмы, в которые в качестве аргументов нужно подставлять двойные отношения четверок точек, связанных с квадратами этой квадрангуляции. И отсюда видно, что глубина будет как раз n, потому что, ну просто потому что это количество четырехугольников, из которых можно, которые есть в произвольном разрезании 2n плюс 2 угольника на четырехугольник. Вот. И я к концу доклада эту формулу скажу в точности. Ее можно явно описать, она комбинаторно устроена абсолютно. Там фигурирует алгебра Кона Краймера деревьев, но она нужна для того, чтобы просто комбинаторно описать как бы правило. На самом деле это просто некоторая сумма по деревьям, деревья двойственные квадрангуляции, ему нужно сложить эти полилогарифмы от двойных отношений четверок точек по каким-то квадрангуляциям, а какие именно нужно брать полилогарифмы диктуется вот этой вот алгеброй деревьев Кона Краймера. Вот. Ну, собственно, моя цель дальше будет не формулировать эту формулу, и тем более не доказывать ее, а объяснить, откуда она взялась, потому что у нее совершенно странное происхождение, которое мне непонятно, и мне кажется, что это самое интересное. Дело в том, что она взялась у меня из совершенно другой задачи, связанной с объемами многогранников, а именно это просто небольшая вариация этой формулы дает формулу для объема артосхемы, которая обобщает результат Лобачевского на всеразмерности, и вот как бы на языке объемов многогранников эта формула в каком-то смысле более мне понятна. Вот. А почему ее легкая вариация дала ответ на гипотезу глубины, я не представляю. Вот. Ну, все, теперь можно забыть в каком-то смысле всю эту историю на время, и я уйду в элементарную геометру. Значит, и речь пойдет про артосхемы так называемые, и тут сейчас появятся всякие отсылки к Гауссу, Лобачевскому и Кокстеру, и, ну, если Гаусс, Лобачевский здесь совершенно неудивительный, то для меня все началось с потрясающей работы Кокстера, которую я сейчас попробую объяснить и про нее поговорить, потому что вот для меня вся эта история, она началась с попыток понять эту малоизвестную работу Кокстера. Значит, но перед этим давайте все-таки с мотивами немножко еще столкнемся, как вообще задача про объемы многогранников связана с смешанными мотивами. Ну, конструкция такая, значит, давайте рассмотрим произвольный неевклидов-многогранник. Я говорю неевклидов, может быть сферический, может быть гиперболический, может быть еще какой-то. И сейчас я по нему построю смешанный мотив Тейта. Ну, как это делается? Это тоже конструкция Гончарова. Значит, нужно взять многогранник, и я про него думаю, как про многогранник в гиперболической картинке для простоты. В модели Клейна, вот это абсолют, а вот это многогранник, и, соответственно, там грани, там тетрайвера, скажем, это плоскости. Они лежат в плоскостях настоящих. Вот, и дальше я могу взять, ну, мне нужен алгеброгеометрический объект, я могу взять и наивно рассмотреть просто трехмер, ну, в общем случае 2n-1 мерное пространство, где все это происходит, трехмерный, давайте трехмерный случай для простоты рассматривать. Я просто рассматриваю R3 и дальше смотрю на него, как на вещественную часть C3, которая афинная часть P3. То есть у меня есть проективное пространство, которое комплексное проективное пространство, в котором лежит мое вещественное пространство той же размерности. Вот, и дальше, ну, граница абсолют в геометрии Ломачевского это сфера, и я рассматриваю Q, это просто квадрика, которая является комплексификацией проективизации сферы. Ну, там, в обычном трехмерном случае она будет задаваться уравнением, там X0 в квадрате минус X1 в квадрате, X2 в квадрате, X3 в квадрате равно 0. Вот, но обычная сфера вещественная комплексифицирована и проективизирована. Вот, ну, наконец, у меня есть конфигурация из плоскостей, которые плоскости границентральны. Вот, ну, и тоже я их комплексифицирую и проективизирую, и у меня получилось проективное пространство, в нем квадрика, в нем набор плоскостей. Ну, и тогда можно рассмотреть такую смешанную структуру Ходжа, которая выглядит немножко монструозно, но на самом деле это несложно понять, почему она здесь. Значит, здесь написано проективное пространство без квадрики, а здесь написан набор, относительно набора плоскостей, которые границентральны, без квадрики. Ну, и почему периоды этой штуки, то есть интегралы, которые возникают в изоморфизме сравнения между драмовскими и бетикогомологиями, почему они объем дают в частности? Ну, потому что, как считать объем геометрии Лобачевского? Ну, нужно найти инвариантную форму на пространстве и проинтегрировать ее по вещественной пленке, которая имеет границы, ну, тетрайдер, собственно, по тетрайдеру. Вот, ну вот, собственно, пленка с границей на объединении плоскостей, как раз это и есть тетрайдер, а легко видеть, что форма объема геометрии Лобачевского в модели Клейн это просто, ну, по сути, единственная нетривиальная дифференциальная форма с полюсом на куб, алгебраическая. Ну, ее можно прямо написать, это формула, там, Лерее, то есть сумма, там, в проективном пространстве икситых, один надо икситый выкинуть, а все остальные дэкситые перемножить и сложить, сальтернированно, и поделить надо это на некоторую степень уравнения квадрики. Вот, это все. Вот, и в этом смысле объем это один из периодов этой смешанной структуры Ходжа, вот, а все остальные периоды, они тоже интересны, это всякие длинные ребер, это двугранные углы, это длинные, это двугранные углы всех граней, то есть все плоские углы. То есть вот всевозможные тригонометрические параметры тетраэдра многомерного, они все периоды этой смешанной структуры Ходжа и других у нее по сути нет. Я не хочу совсем выдаваться глубоко в что там за структура ее, но это она не так просто все-таки устроена, но по сути можно считать, что она несет в себе всю тригонометрическую информацию про тетраэдра, объем, длинный ребер, углы и так далее. Значит, ну дальше, если просто изучать эти кагомологии и посчитать, их можно посчитать, используя там кагомологии конструктивных пучков, тогда довольно легко явно описать ну хотя бы градуированные факторы этой смешанной структуры Ходжа и легко видеть, что она смешанная тетерская и по сути это следует из того, что кагомологии квадрики одни чистые тетерские. Вот, и поэтому это не бог весть какое сложное вычисление. Но отсюда следует, что период этой смешанной структуры Ходжа должен быть, должен выражаться через полилогарифмы кратные, если верна гипотеза универсальности. Вот, и вот эта поразительная история с этим утверждением, потому что, ну как бы наивно это кажется даже несложно, потому что есть разные формулы для объемов тетраэдров, есть формула АОМОТО, и она дает выражение через некоторый итерированный интеграл, как мы обсуждали, итерированный интеграл это примерно то же самое, что полилогарифмы. Но тут есть особенность, есть деталь, она связана с тем, что итерированные интегралы, которые здесь появляются, они совершенно не на П1, и они вообще не на рациональных многообразиях. То есть, если вы хотите параметризовать тетраэдры, то многообразие, которое их производит, оно нерациональное, там возникают всякие квадратные корни из определителей, матрицы грамма и так далее. И поэтому, несмотря на то, что объем выразить через итерированные интегралы можно по формуле АОМОТО, это легко, но это вообще никаким образом не говорит, что объем выражается через кратные полилогарифмы. Очень легко написать итерированные интегралы, которые не выражаются через кратные полилогарифмы, там, с квадратными корнями, это очень просто. Вот. Но, тем не менее, это верный факт, что объем любого многогранника нефкидового выражается через кратные полилогарифмы. И я думал, что, собственно, это вот, сейчас я расскажу как бы свое доказательство этого факта, я думал, что оно такое первое, и только в самом конце я нашел потрясающую, глубокую, очень интересную работу Бома, про которую я скажу, которой на самом деле это доказывается, работа 62-го года. Вот. Хотя там это доказывается очень неявно, и там 70 страниц доказательства, но как бы на самом деле там это все сделано. Вот. В каком-то виде. Но про это я чуть попозже расскажу. Вот. А пока давайте начнем с того, что было, собственно, известно. и классический результат это этот результат в размерности 3. Лобачевский нашел формулу, доказал, что объем любого трехмерного гиперболического многогранника выражается через дилогарифм. На самом деле это тоже потрясающая история, потому что Лобачевский это доказал до того, как появилась первая модель геометрии Лобачевского, то есть до того, как геометрия была доказана, что она непротиворечива. И он использовал эти вычисления и сравнение интегралов, которые получаются при разных разрезаниях многогранника на другие многогранники, он использовал для того, чтобы привести некоторые тождества между интегралами, между алгоритмами, по сути дела, которые он потом проверил руками, и он аргументировал, что растожество верное, это означает, что геометрия должна быть тоже корректна, потому что она предсказывает такие равенства верные. Вот это замечательная работа Лобачевского про воображаемую геометрию некоторой интегральной тождества, которая в каком-то смысле под всем этим подлежит. Как Лобачевский доказал свою теорему? Дело в том, что доказать, что объем тетраэдра это сумма диалогарифмов, это тоже сложно, и формула для объема тетраэдра через сумму диалогарифмов Чоким очень красивая была получена аж в 2002 году, то есть совсем недавно. Но оказывается, что есть класс тетраэдра, в которых эта формула гораздо проще. Тетраэдр называется артосхема, и артосхема это абсолютно классический многогранник, это просто обобщение на все размерности прямоугольного треугольника. Значит, ну вот определение такое, вы берете симплекс, например, гиперболический, с гранями h1 hn, и условие, что они ортогональны друг к другу при индексах, которые отличаются хотя бы на один и больше, больше, чем на один. То есть не соседние пары плоскостей, ну в этой нумерации должны быть перпендикулярны. Вот пример прямоугольный треугольник, у вас есть три плоскости, и две из них перпендикулярны. А вот я попытался нарисовать трехмерный случай, у вас есть прямая, отрезок, отрезок перпендикулярный ему, и отрезок в плоскости перпендикулярный первым двум, и вот это тоже такой тетраэдр, который называется артосхема. Давайте запрометризуем артосхемы в H3 углами альфа-бета-гамма, где у артосхемы три прямых угла двугранных, еще три вот таких нетривиальных, и поэтому это просто вот некоторые многограницы тетраэдра, зависящие от трех углов альфа-бета-гамма. Теперь я привожу довольно монструозную формулу Лобачевского. Значит, нужно взять еще вспомогательный параметр дельта, который выглядит ужасно. Это арктангенс какого-то выражения от косинусов и синусов углов тетраэдра, вот этих двугранных углов. И тогда объем… Ну ладно, в общем, да, и эта штука должна быть… А, ну да, так это чему должно быть? Какой-то вопрос? Я думаю, нет. Ну хорошо. Значит, и дальше Лобачевский просто нашел формулу. Объем тетраэдра от альфа-бета-гамма выражается через сумму ди-логарифмов. И вот тут написано огромная сумма ди-логарифмов, которая включает в частности вот этот дельта повсюду, который вообще не очень понятно что. Вот. Но дальше просто легко видеть, что любой многогранник раскладывается в объединении артосхем, просто надо высоты проводить в тетраэдрах и все. Волгебреческую сумму это очень просто. Вот. Высотами разрезать тетраэдры на артосхемы. И поэтому из формулы Лобачевского следует, что объем любого многогранника в H3 это сумма ди-логарифмов. Вот. И вот вопрос, что в старших размерностях, и тут вот есть удивительная теорема Бома. Значит, Бом ее доказал по-моему в 62-м году первая статья на эту тему. Но статья очень сложная и в ней и акцент на это не сделан, потому что тогда не было понятно, что пытаться выражать объемы через полилогарифмы это задача осмысленная. Он опровергал гипотезу, что объем выражается через классические полилогарифмы. А кратные полилогарифмы тогда, как бы, видимо, не так, что ли. Было понятно, что это совершенно нетривиально выражается ли объем через кратные полилогарифмы. Но из его общих соображений это следует. И самое поразительное, что работа Бома, вот я сейчас начну рассказывать про работу Кокстера, которая для меня сыграла основную роль, и работа Бома, она была написана сразу же после публикации Кокстера, и она полностью основана на публикации Кокстера, той же самой, на которой, что я дальше расскажу, основана. То есть, это не просто доказательство этой теоремы уже в каком-то виде было, но оно еще и было на основе тех же алгеброгеометрических результатов Кокстера. И больше на теоремы Кокстера особо ссылок я никогда не видел, кроме этих старых работ Бома, которые тоже трудно найти, они все на немецком, и на Месс-Сайнет тоже большинства из них нет. В общем, целая такая оказалась для меня историческая раскопка немножко. Так, ну теперь, собственно, давайте я попробую рассказать работу Кокстера. Значит, она нужна, потому что пока абсолютно непонятно… Задача, которую я в итоге буду решать, это посчитать объем артосхемы, и окажется, что объем артосхемы выражается такой же почти формулой, как формула для Кури. Надо квадратные корни убрать, грубо говоря, и все. Но чтобы это сделать, мне нужно вначале объяснить, как связана артосхема с конфигурациями точек на P1, потому что это вообще не очевидно, и откуда бы такая связь была. Вот это как раз и есть результат Кокстера, о котором я другое доказательство расскажу. И оказывается, это вообще придумал Гаусс, первый пример. Значит, это называется пентаграмма мерификум Гаусса. И утверждение следующее, совершенно поразительное утверждение абсолютно школьной геометрии, но, значит, отрицающее. Тут удобнее сферические брать случаи, а не гиперболические. Рассмотрим сферический треугольник прямоугольный с углами альфа-бета и сторонами АБЦ. Тогда теорема Гаусса говорит следующее. Существует пятерка точек на P1, причем единственная. Такая что? Котангенс квадрат вот этих пяти параметров треугольника, то есть углов и длинребер. Это в точности пять двойных отношений пяти точек. Вот я прямо написал, каких. Можно спросить себя, как это связано с пятичленным соотношением. Почему имеет смысл катангенс квадрат и углов подставлять пятичленные соотношения? Ответ я не знаю до конца. И эта связь такая немножко пока до конца мне непонятно, как это. Это такой удивительный немножко факт. Вот. И, кстати, просто для смеха, всем известно, что если у вас есть двойное отношение АБЦД, то у него есть, если его обозначить за Z, то если менять порядок точек, то вы встретите Z, 1Z и 1-Z, 1 на Z-1 и Z на Z-1. Вот. И что-то еще. 1-1Z. Вот. И всем известно, что это так. Вот. И в этом смысле можно спросить, а что происходит с вот этим катангенс квадрат А, когда вы меняете порядок точек. Вот. Ну и дальше возникает замечательный курьез, что вы увидите катангенс квадрат А, тангенс квадрат А, косинус квадрат А, синус квадрат А. Ну и, наконец, так сказать, я уже больше в советских учебниках видел. Секангенс квадрат А и косинус квадрат А. Это в точности все. Это не только в советских. У меня через полчаса будет эта функция во всю мощь. Да? Ну тогда... Так что опровержение готово предоставить. Хорошо. Хорошо. Виноват. Могу прислать легче ноутс. Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, косинус. В общем, косинус квадрат. Это ровно шесть двойных отношений четырех точек в этой нотации. Удивительный образ. Вот. Ну это курьез. Значит, а Кокстер обобщил результат Гаусса на произвольную размерность. Кокстер в вторую очередь пытался понять результаты Шлёфли. То есть он тоже как бы на что-то опирался. Рассмотрим произвольную артосхему. Вот уже произвольная размерность. Значит, первое наблюдение – это то, что грани артосхемы – это тоже артосхемы. Это очень легко видеть. Это элементарная геометрия. Например, вот у этой артосхемы трехмерной грани – это прямоугольные треугольники. Вот. Ну и на самом деле на языке мотивов это будет означать, что мотивы, грани, артосхемы – это подфакторы мотивов артосхемы. На языке мотивов – это осмысленное тоже утверждение. Вот. Ну я к этому вернусь немножко. Вот. Ну вот у артосхемы есть параметры. И ее интересные параметры – это, вот если брать все вообще параметры, которые встречаются и которые имеют мотивный смысл, это будут все длинные ребер, это будут все двугранные углы, а еще это будут углы всех артосхем меньшей размерности. То есть там плоские углы, еще какие-то углы. Вот. И если посчитать все различные параметры, которые получаются, их c из n плюс 2 по 4 – биномиальный коэффициент. Вот. Это неочевидно, но это такое, опять же, комбинаторно-элементарно-комбинаторно-палинтопиальное утверждение. Значит, теорема Кокстера говорит, что если у вас есть произвольная артосхема, тогда существует единственная конфигурация точек на p1, n плюс 2 точек, такая, что если вы как-то пронумеруете все вот эти углы и длинные ребер, все параметры артосхемы, то их катангенс-квадраты – это будут в точности все двойные отношения всех четверок точек из этого. Вот. Это результат Кокстера. И я его никогда не слышал до того, как я эту статью Кокстера нашел, которая тоже нигде почти не цитируется, нигде не появляется. Я, честно говоря, был потрясен просто его красотой и удивительностью. Вот. Ну и дальше. Там есть разные конструкции. Ну, Кокстер, она такая прямо элементарно-геометрическая, но она не объясняет, откуда это берется совсем. И я вот в итоге хотел предложить свою конструкцию этого, которая тоже довольно удивительным образом здесь возникает. И в каком-то смысле, мне кажется, что для аудитории этого семинара, может быть, тут есть о чем подумать, потому что тут как-то естественно возникают мотивы Милнера Витта, в общем, вот эти вот вещи. И давайте я расскажу эту конструкцию подробно, потому что, во-первых, хочется в докладе что-то сделать подробно, а во-вторых, потому что она очень простая, но вот кажется, связана с интересными вопросами с Милнером Виттом. Значит, ну еще раз, задача теперь такая. У меня есть набор точек на P1, и я хочу построить артосхему по ней. Вот просто каноническая конструкция какой-то. И артосхема – это уже, ну, я не буду пытаться делать ее непосредственно гиперболической, хотя это несложно, но я просто буду строить проективное пространство, квадрику и набор плоскостей с тем же условием перпендикулярности относительно квадрики. Понятно, что пока происходит? Да, все понятно, спасибо. Хорошо, замечательно. Так, теперь конструкция. Значит, конструкция – это просто приложение, просто немножко на странном месте оно находится, приложение конструкции индекса Маслова, которая неопубликованная работа Кашевары, как везде пишут, и я больше подробностей не знаю. Значит, конструкция такая. Мы начинаем с набора прямых в C2, которое я обозначаю как векторное пространство V. Вот, и набор прямых – это просто набор прямых, соответствующих точкам в P1, просто эти точки как прямые в C2 рассматриваются. Вот, и общая конструкция индекса Маслова можно брать не C2, а произвольное симпатическое линейное пространство, и не прямые, а произвольные Лагранджио подпространство в нем. И мне это не нужно, к сожалению, но у меня вот... Прости, прости, комплексные прямые. Да, все комплексные. Окей, хорошо. Да, обычная геометрическая такая картинка, вот набор прямых просто, P1 через 0 в векторном пространстве. Вот, и мне нужно построить проективное пространство, квадрику в нем, набор плоскостей. Значит, как это делается? Берем векторное пространство Е, которое ядро прямой суммы элитых отображается в вложении. Ну, это такой умный способ сказать, что я беру просто наборы векторов. Ну, по сути, это наборы векторов, идущих вдоль этих прямых, которые линейно зависимы. То есть, это наборы векторов, ну, даже как бы тут с суммой 0, ну, в общем, можно считать, что это примерно линейные зависимости между векторами. Вот, ну, получается пространство размерности n, поскольку мы взяли ядро отображений из n-разумерного в двумерное. Вот, и, собственно, вот этот индекс Маслова, это такая конструкция. Нужно взять квадратичную форму на нем, и вот это абсолютно удивительная форма на Е, которая устроена так. Я беру форму площади на В, то есть просто, ну, dx, db, любую форму. И дальше я суммирую значение этой формы по парам векторов, идущих вдоль этих прямых. И я беру всегда пары, где и меньше ж. И вот тут вот играет роль циклический порядок векторов. То есть, если я переставлю векторами местами, то у меня какие-то знаки изменятся, а какие-то нет, и в итоге эта квадратичная форма зависит от циклического порядка векторов. Ну, можно видеть, на самом деле, легко, что только от циклического порядка. В смысле, здесь видно, что от порядка, но на самом деле от циклического порядка. Вот, и это квадратичная форма на Е с удивительными свойствами. Ну, вот, собственно, ее индекс, в смысле теории, Е с этой квадратичной формой, как квадратичное пространство, его элемент в группе Витта и называется как бы индексом маслого набора лагранжевых пространств, так сказать, в общем случае. Там в общем случае, правда, надо писать не ядро, а нечто другое. А, я просто замечу, что у этого индекса маслого тоже есть замечательная конструкция с пучками конструктивными Саши Беллинсона. Там надо брать конструктивные пучки на многоугольнике, как на просто выпуклом множестве. И дальше нужно, ну, некоторые кагомологии посчитать, как конструктивного пучка. И индекс маслого там возникает. Но это я не буду рассказывать, я не очень способен. Но такая абсолютно классическая конструкция. И теперь такое наблюдение, что вот рассмотрим наши прямые, и я смотрю на них как параметризованные вершинами выпуклого многоугольника. И тогда, если я возьму какую-то тройку этих прямых, вот у меня тройка элита, эльжи, элькаты. Ну, например, там, я не знаю, давайте я возьму А2, А4, А6, допустим. Вот. Ну, это три прямых на двумерной плоскости, просто три прямых, проходящих через ноль. Вот. И если вы посмотрите на векторы, идущие вдоль этих прямых, там, В1, В2, В3, которые в сумме равны ноль, нулю, то эти векторы внутри Е образуют одномерное подпространство. Очевидно. Ну, потому что три линейно как бы независимых вектора вдоль прямых, фиксированных прямых, вы хотите, чтобы они в сумме были равными нулю. Если вы фиксируете один из них, то остальные два автоматически посчитаются. Вот. И поэтому для каждой тройки у нас появилась прямая в Е. Вот. А теперь такое замечательное свойство этой формы. Оказывается, что эти прямые перпендикулярны тогда и только тогда, когда соответствующие треугольники не пересекаются по внутренним точкам. То есть вот я рисую два треугольника, и они должны в этой выпуклой картинке просто на плоскости не пересекаться. А если я нарисую там какой-то другой треугольник, то прямые ортогональными не будут. Вот такое свойство. Оно более-менее очевидно следует из формулы для Q. То есть нужно просто подставить сюда и увидеть, что ноль получится, если взять два не пересекающихся треугольника. Вот. В частности, это дает такую замечательную как бы версию многогранника Старшева. То есть любая треангуляция многоугольника дает вам ортогональное разложение вашего Е. И вот это как раз то место, где мне бы казалось, должно возникнуть некоторое из теории Милнера и Витта утверждения. То есть легко видеть, что если вы возьмете четырехугольник и напишете, что сумма разложения на два треугольника, связанных с одним разрезанием и с другим, это дает соотношение в группе Витта, которое есть то соотношение, которое обычно в качестве определения берется с четырьмя членами. Это в точности оно и будет. А если вы берете разрезание на много треугольников и между ними переходите, то понятное дело, что у вас получаются следующие из этого соотношения другие, которые не очень интересны в группе Витта. Но я сейчас построю по этой картинке вот этот смешанный мотив, связанный с автосхемой, и поэтому мне была бы надежда, что изучая высшие переходы между триангуляциями и так далее, есть какая-то связь с высшей катерой Милнера и Витта, потому что я через секунду выкришу смешанный мотив, и я не понимаю, как это все друг с другом играет. Вот это такая задача в каком-то смысле. Ну, собственно, теперь все готово для того, чтобы явно выписать артосхему, потому что это делается так. Рассматривается проективизация двойственного пространства к Е просто. В нем квадрика, которая задается вот этой квадратичной формой ку равно нулю, совершенно явная. И, наконец, в ней мне нужны плоскости, и я делаю следующее. Я беру мой многоугольник и беру у него уши, то есть треугольники, которые идут вдоль грани, кроме тех, которые соседствуют с гранью 0,5. Вот все остальные. 0,1,2,1,2,3,2,3,4,3,4,5. В случае, и это в P3 будет в данном случае. И дальше я беру просто соответствующие прямые, как я их описал, E, 0,1,2,E, 1,2,3 и так далее, и беру двойственные точки в двойственном проективном пространстве. И это будут грани, двойственные плоскости, извиняюсь, это будут грани моей артосхемы. А то, что это артосхема, это очевидно, потому что если вы посмотрите на эту картинку, ну вот ровно два не соседних треугольника не пересекаются по внутренним точкам, а соседние пересекаются. Вот вся картина. Есть ли какие-то вопросы? По этой конструкции? Вроде нет, понятно. Вот, ну да. И отсюда, кстати, очевидно, что если вы возьмете грань, ну не очевидно, легко доказать, что если вы возьмете грань или угол артосхемы, то вы тоже получите, что это будет артосхема, связанная с поднабором точек. И в этом смысле, ну как бы, если вы, значит, мы изучаем, теперь наша задача изучать мотивы, связанные с артосхемами вот по предыдущей конструкции Гончарова, о которой я рассказывал. И я буду называть этот мотив артосхема от x0 и так далее, x2m плюс 1. Вот. И у меня получилась такая картина. У меня есть точки на P1. По каждому набору точек у меня получается такой мотив. И, ну вот, структура этого мотива, она на самом деле связана со структурой поднаборов точек этого набора. Я расскажу чуть позже, как. Вот. То есть задача как бы становится очень естественной. Вот. Но только первое же... И кажется, что мы сейчас легко на этом языке посчитаем все объемы, потому что, ну вот, в конце концов, объем должен быть связан каким-то образом с полилогарифмами на m0n. Я уже говорил, что полилогарифмы на m0n очень просто устроены. И сейчас мы просто посчитаем объем как функцию от конфигурации точек. Там появятся какие-то итериорные интегралы. И вот тут происходит самое удивительное. Дело в том, что это просто неверно в таком виде, потому что, на самом деле, я был не очень аккуратен. Если вы посчитаете объем артосхемы для четырех точек, просто возьмете четверку на m04, то формула для объема такая. Если провести всю эту конструкцию выше, это логарифм, а дальше стоит какое-то выражение от квадратных корней двойных отношений. То есть тут единица плюс квадратный корень поделить на единица минус квадратный корень двойного отношения. И понятное дело, что это, конечно... То есть можно спросить, как так получилось. Мы же вроде бы уже сказали, что артосхема зависит только от набора точек, и значит смешанная структура Ходжа тоже. Но на самом деле ответ вот какой, что если вы хотите посчитать объем, то есть выписать как бы плоское сечение вариаций смешанную структуру Ходжа, то вам нужно не только знать смешанную структуру Ходжа как просто сам объект, но и выбрать в нем обрамление. То есть вам нужно выбрать пленку, по которой вы интегрируете, и форму дифференциальную. Если с пленкой тут проблем нет, то форма, чтобы выбрать... Вам нужно ту самую квадратичную форму, как я говорил, нужно выбрать у нее образующие группы Кагомологии и дополнения до квадрики. А там есть два выбора. Они связаны с тем, что на квадрике четной размерности есть два семейства плоскостей. И вот нужно фиксировать это семейство плоскостей. И вот тут оказывается, что когда вы пытаетесь фиксировать это семейство плоскостей, чтобы реально выбрать... чтобы можно было говорить про объемы, про период, то выясняется, что вам нужно перейти от m0n к накрытию, где вы разрешаете извлекать квадратные корни из всех двойных отношений. То есть на самом деле объем артасхемы – это период вариации смешанных мотивов theta, но не над m0,2n,2,2, а над его накрытием многолистным, которое я бы назвал спинорным накрытием, с осторожностью немножко, когда вы добавляете все квадратные корни из двойных отношений. Вот такое важное наблюдение. Поскольку это многообразие нерациональное, то для него сказать, что даже если легко показать, что этот объем тоже итерированная интеграла, то то, что он пишется через поле логарифмы, опять же, вообще никак не очевидно. То есть это опять становится сложным вопросом. Это такое тоже логическое место, где можно какие-то вопросы задать. В смысле, а это понятно, что оно нерациональное? Да, это несложно видеть. Надо взять, вот если взять m04, то это просто p1 без шести точек накрытия. Если взять m05, то я не уверен. Но для какого-то m06, по-моему, уже там видно, что там какие-то логические кривые тут же. То есть да, вы квадратные корни. Да, очень легко показать. Извиняюсь. Да, легко показать. Окей. Мне кажется. На самом деле я... Давайте я буду немножко с осторожностью говорить. Мне кажется. Я в какой-то момент задал этот вопрос на MassOverflow и получил замечательный ответ, но сейчас я забыл немножко детали. Вот. Ну, наконец, значит, все-таки семинар по теории мотивов, поэтому давайте я скажу, собственно, про мотивы. Просто для того, чтобы мне объяснить, откуда берется формула и, собственно, как формулы какие-то доказывать, тут самая главная конструкция – это коумножение. Значит, и давайте я скажу, откуда вообще берется коумножение на вот этих вот периодах Theta. Ну, дело в том, что гипотетически должна существовать абелева категория смешанных мотивов Theta на Dev, и если F – числовое поле, то такая категория существует, а если F – не числовое, то это гипотеза. Но я буду всегда работать, на самом деле, с категорией смешанных структур Ходжа, то есть с реализациями, поэтому проблем не будет. Вот. Но здесь для простоты я буду писать мотивную нотацию. Вот. И это категория Танакиева, поэтому есть алгебра Хоббфа обрамленных объектов, то есть ее элементы, по сути дела, эти периоды и есть. И вот за L я обозначаю Q-алгебру неприводимых, то есть я факторизую по всем произведениям. Вот в частности, я когда-то упоминал, что есть уравнение для делогарифма, и там сумма делогарифмов равна произведению логарифмов. Вот как раз ваш это равенство будет в точности таким, а в L можно выкинуть все произведения логарифмов, и формула упрощается. Вот. Ну, я буду про все говорить в L для простоты. То есть я пренебрегаю произведениями, объемов многогранников меньшей размерности. Но можно все сделать более аккуратно, без ответа. Когда главная структура, которая есть, это коумножение из L в λ2L, которое можно посчитать явно. Значит, интуитивно это вот такая конструкция. Это нужно взять соответствующую смешанную структуру Ходжа, и дальше по ней нужно рассмотреть ее под структурой Ходжа и фактор структуры Ходжа. И если вы берете обрамленную штуку, то есть период, то у вас можно просуммировать по всему базису соответствующих градуированных компонент по весовой фильтрации, и у вас можно просуммировать тензорное произведение периодов соответствующих под структуре и фактор структуре. И вот это и есть коумножение. И это просто общая конструкция, как устроено коумножение в алгебре Хопфа обрамленных объектов танакевой категории. Тейдерского типа, ну уж, по крайней мере. Вот, это такая общая конструкция. Обрамленные объекты. Обрамленные объекты, это морально, это то, почему вы интегрируете, и дальше выбор формы и пленки. Но технически вам нужно брать мотив, и дальше вам нужно брать элемент в ассоциированном, градуированном факторе по весовой фильтрации и функцию на грноль по весовой фильтрации. Вот такой тройки. Но по сути это вот как бы интеграл по пленке от формы, и если вы не выбираете конкретно форму и пленку, то как бы вы не знаете, какой конкретный интеграл взять. А вот обрамленный объект, выбор, мотив плюс коэффициент. Это, по-другому говоря, это матричный коэффициент, если думать про алгебру, про категорию мотивов, как про танакевую категорию, соответственно, вот ее объект это представление, и, следовательно, можно считать, что у нас есть группа, которая действует на них, и, соответственно, есть функции на группе. В функции на группе это нужно взять матрицу представлений, соответствующую элементу группы, и посчитать ее коэффициент. И вот h это вот эти и есть матричные коэффициенты. А к умножению матричных коэффициентов на любой группе устроено. Это очень общая конструкция, но удивительным образом, если вы берете явные какие-то мотивы, так у вас получатся явные формулы, они очень красивые. Например, коэффициент дилогарифма ли 2х это логарифм х на логарифм 1 минус х. И, в частности, это означает, что если вы возьмете любую формулу, например, пятичленное соотношение, и примените к ней коэффициент, то вы получите 0. И это верное вычисление, которое совершенно нетривиальное, оно красивое. Вот, Гончаров посчитал коэффициент коэффициент от итерированных интегралов, и оно задается такой красивой формулой. Итерированный интеграл тоже живет на наборе точек в P1, A0 до Am плюс 1. И вам нужно взять сумму по всем парам ижи, вот там 2,5, условно говоря, и дальше нужно взять итерированный интеграл, который соответствует набору, где вы выкидываете все между ижи, и набору, где вы берете все между ижи в точность. Вот так пишется коумножение от любого итерированного интеграла. Это не очень сложно, но для этого нужно уже анализировать не просто интеграл, а весь мотив, то есть соответствующий торсер путей и прочее. То есть это как бы формула возникает из геометрии торсера путей. Вот, ну, например, поскольку Ли2 это тоже некоторый итерированный интеграл, а именно там это И0, 1, 0, x, то можно использовать вот эту формулу ниже для того, чтобы получить формулу лучше. Я могу там прямо увидеть эту картинку и вот из какого-то такого разрезания она возьмет. Вот, ну и дальше, конечно, да, и дальше есть такой важный факт, как бы это жесткость такая, что если у вас есть какое-то выражение с полилогарифмами, и коумножение от него занулилось, то тогда, ну, уж по крайней мере, если мы говорим про вариацию, скажем, смешанных структурных конше, то она должна быть постоянной, если коумножение равно 0 в весе больше 1. Вот, это несложное утверждение. По сути, это следует из того, что одна из компонент коумножения, она ведет себя примерно как производная по параметрам. То есть, если она занулилась, так тоже должно быть верно в случае синоконстанте. Вот, и поэтому, если мы хотим доказывать какие-то формулы, что объемы многогранников выражаются через полилогарифмы, там, или уравнение между полилогарифмами, так нужно как-то индуктивно вычислять коумножение, доказывать, что оно 0 и так далее. Или подгонять коумножение, чтобы оно было одинаковое у суммы полилогарифмов и у артосхемы. И опять же, казалось бы, на этом пути нас тут ждет удача, потому что можно проверить, что коумножение для мотива артосхемы, оно в точности такое же. Оно просто задано той же формулой, даже без каких-либо изменений. И это поразительно, опять же, потому что доказать это просто, это следует из свойств индекса Маслова, а понять это было удивительно для меня. И отсюда, казалось бы, я только что сказал, что коумножение почти однозначно определяет мотивы, и формула такая же для итерированных интегралов и артосхемы сейчас получится, что объем – это и есть итерированный интеграл. Но нет, потому что если вы просто посмотрите, эта формула такая же, но если вы возьмете, например, три точки, то у артосхемы мотив ноль, потому что это прямоугольный треугольник на P1, и там квадрика гладкая, и там просто конкретный мотив ноль. А у соответствующего итерированного интеграла это просто логарифм в точности, и у него вес один, и совсем он даже не ноль. А в следующем весе, возьмете четыре точки, у вас итерированный интеграл – это какой-то полилогарифм веса 2, а артосхема – это, во-первых, веса 1, во-вторых, с корнем из двойного отношения. И в этом смысле, несмотря на то, что формула-то одинаковая, но это совершенно ничего не доказывает, потому что база индукции не сошлась. Теперь, собственно, задача – это как-то подобрать вот эту линейную комбинацию кратных полилогарифмов, чтобы к умножению сошлось. И давайте я приведу пример ответа для H3, а потом я опишу общую форму. А в оставшееся время, сколько будет вопросов, скажу, как ее доказывать, откуда ее конкретно получать. Значит, вот пример. Возьмем H3. Есть артосхема от шести точек. И ответ, что нужно взять сумму трех полилогарифмов, Ли 1, 1, от такой же картинки. Вот у нас когда-то для Кули была формула с шестиугольником. И там нужно было разрезать шестиугольник на диагональю на две части и сложить Ли 1, 1 от двойных отношений. А вот для того, чтобы формулу Лобачемского получить, оказывается, нужно брать Ли 1, 1 от квадратных корней из двойных отношений. Ну и дальше взять такую же формулу, но потом сложить по всем способам поставить знаки перед квадратными корнями, то есть по группе монандромии вот этого накрытия, которое М0, 6, накрытие над М0, 6 спинорное. Вот. И это ответ. И можно доказать, что эта формула эквивалентна формуле Лобачемского легко. Ну а в общем случае, грубо говоря, вот эта формула, сейчас я ее опишу, но, грубо говоря, она будет тоже включать сумму по всем знакам, дальше будут стать какие-то полилогарифмы, а дальше какие-то корни из двойных отношений. Вот. Ну, теперь, собственно, это уже как бы конец в этом смысле этой истории. Давайте я расскажу общую формулу. Значит, есть такая конструкция, алгебра Хопфа, Кона, Краймера, деревьев с корнем. Значит, это удивительная алгебра Хопфа, которая возникла в работах Кона и Краймера по теории ренормализации в пантовых теориях поля. И это очень легко определяемая алгебра Хопфа. Значит, у нее образующие – это просто деревья с корнем, и они помечены чем-то. Ну, например, элементами поля, которые вот у меня есть. Вот. И умножение там – это просто нужно одно дерево к другому приписать, то есть лес построить. А к умножению – это нужно взять сумму по всем способам обрезать ветки, и дальше нужно взять то, что получится после обрезания. Вот у меня сейчас такая получилась конструкция. И тензорно умножить на произведение всех как бы обрезанных веток. Вот такое будет выражение. Почему такое? У тебя первое дерево такое получилось. Я вам сейчас скажу, какое значит корень, который тоже надо как-то обозначить. Извиняюсь. Х3, Х2. Да, неправильно нарисовал сейчас. Х3, Х2. Х1. И это сумма по всем таким разрезаниям. Вот. Это такая замечательная штука, и ее главное свойство – это некоторое свойство универсальности. Дело в том, что на этих деревьях есть такая конструкция, которая называется, которая называется, наверное, графтинг. Когда вот если у вас есть набор, деревьев, там, Т1, Т2, Т3 и так далее, то можно взять операцию, которую я назову, Д, там, Х от них, которая, что делает, она берет корень, ну, как бы, Х, и дальше на него сажает, из него вырастает N веток, и дальше на него сажаются деревья, Т1, Т2 и так далее, как на корне. Вот. Такая замечательная операция. И дальше можно доказать, что dx, он удовлетворяет некоторому свойству, а именно это, это, вот, в некотором смысле, это некоторый коцикл в когомологии Хокшильда, то есть можно, Хокшильдовский коцикл, на этой алгебре Хопфа. Вот. И дальше можно доказать, некоторые теоремы, я сейчас не хочу формулировать, потому что немножко формировка громоздкая, но можно доказать, что если у вас есть произвольная алгебра Хопфа с набором вот таких вот коциклов, занумерованных чем угодно, то существует отображение из алгебры Хопфа-Кона Краймера в эту алгебру Хопфа, которое отображение коммутируется по умножениям и с умножением, то есть морфизм алгебры Хопфа и коммутирует вот с этими операциями dx. То есть вот это вот свойство, которое я использую, и с помощью этого можно построить отображение, которое по деревьям, помеченным элементам поля, строит элемент алгебры Хопфа смешанных мотивов тейпов. И я просто приведу примеры, потому что оно несложное совсем. Вот если вы берете дерево с одним корнем, помеченным Х, то это просто полилогарифм Ли 1 от Х, который можно явно описать как минус логарифм. А если вы берете дерево с корнем Х и одним листом У, то это будет Ли 1 от Х. Ну, а если я там возьму, не знаю, там, например, Х1, Х2, Х3, такое дерево, то там чуть сложнее, нужно взять, в общем, формула получится Ли 1, 1, 1 от Х1, Х2, Х3 плюс Ли 1, 1, 1 от Х1, Х3, Х2 плюс Ли 1, 2 от Х1, Х2, Х3. Это произведение. Вот, и чтобы описать точности, нужно там обсудить немножко Шаффл-умножение на полилогарифмах, квадри-шаффл, но я, наверное, боюсь, что это уже займет много времени. Но, в общем, эта конструкция, она абсолютно элементарная. Вот, и она обладает тем свойством, что она отвора коумножение в… То есть она будет переводить произведение в произведение, она коммутируется этими графтингами, вот, но она совершенно не морфизм алгебра Хопфа. То есть я когда сказал, я оговорился, то есть коумножение… То есть вот это отображение Ли из вот этого ТФ в алгебру Хопфа, связанную с мотивами Тейта, оно не морфизм алгебры Хопфа. Ну, это неудивительно, потому что коумножение на полилогарифмах чрезвычайно сложное, а то, что я описал, это очень просто. Но, тем не менее, такое линейное отображение есть. Сейчас еще раз. Можно утверждение? Это же должно как-то следовать из того общего, которое ты говорил, что там выполнено? Ну, я могу так сказать… Давайте вот как сделаем. Я сейчас закончу формулировать формулу, а потом, если будет время сказать несколько слов про доказательства, то там возникнет как раз, какое свойство этого морфизма используется. Ну, собственно, так или иначе, вот можно построить такое отображение, оно очень легко задается. Я какие-то примеры написал. Вот, и тогда дальше, наконец, я пишу формулу. Значит, берется набор точек, 2n плюс 2 точек на P1, и рассматривается многоугольник с вершинами 0, 1, 2 и так далее, 2n плюс 1. Я его P назвал. И пусть Q от P – это множество всех квадрангуляций, то есть все разрезания на четырехугольнике, не пересекающиеся. Тогда каждой квадрангуляцией можно сопоставить дерево. Это просто двойственное дерево квадрангуляции. Ну, например, если у меня есть какая-то… Давайте я нарисую квадрангуляцию, там какая-нибудь вот такая. Не очень получилось интересно. Ну, в общем, вот дерево. Вот, ну… Вот, и дальше я могу пометить это дерево, каждую вершину поместить в квадратный корень из двойного отношения четырех точек. И тогда утверждение такое, что объем артосхемы – это сумма со знаками плюс-минус, которые просто нужно просуммировать по всем выборам знаков квадратных корней. А дальше нужно взять сумму по всем разрезаниям на четырехугольнике и дальше взять вот эти полилогарифмы от деревьев, помеченных квадратными корнями из двойных отношений четырехугольников. Вот. И это формула для объема. А если взять эту же формулу, убрать вот эту часть со знаками и вместо квадратных корней написать просто двойные отношения, а все остальное так же, то получится формула для вот этих функций кули и nk, которые были построены раньше. Вот. И это получается вот одна и та же как бы формула, по сути дела. Одна доказывает, что объем любого многогранника выражается через полилогарифмы, а другая доказывает гипотезу губин. Вот. Ну вот это то, что я хотел рассказать, так сказать, обязательно. И дальше, если хотите, я могу как бы поговорить про то, почему такая формула, как бы откуда она берется, но вот тут нужно немножко больше будет влезть в эту алгебру кона Краймера или на какие-то другие вопросы ответить. Хорошо, спасибо большое. Какие пожелания есть у слушателей, наверное? Ну, у меня вопрос есть, наверное, вот по поводу этого последнего. То есть получается, что здесь как бы две теоремы в одной, да? А почему они вообще связаны? Есть какое-то понимание? Вроде объекты разных типов получаются, да? Одно что-то связанное с нерациональным многообразием, другое с рациональными, грубо говоря, многообразиями. Да, да. У меня есть два таких квази-ответа. Сейчас я на формулу еще раз посмотрю. Значит, я могу сказать два ответа. Один ответ – это как бы почему это, ну, как бы как у меня это возникло и в чем как бы связь на таком уровне вычислительном, так сказать. А другой ответ, ну, такой, как бы что можно было бы надеяться сказать. Ну, на таком уровне вычислительном дело в том, что вот как бы как такая формула можно подогнать? Ну, вот как я ее подгонял, условно говоря, я пытался найти сумму полилогаритмов от чего-то, чтобы, ну, условно говоря, в коумножении исчезли квадратные корни, потому что квадратные корни, ну, в общем, между ними нет никаких соотношений, и явно от них надо как-то избавляться. Вот, ну и дальше вот оказалось, что можно подобрать фактически единственную комбинацию вот этих полилогарифмов, и как раз алгебра Куна-Краймера это делает, чтобы, если вы возьмете коумножение от артосхемы минус вот эта формула, чтобы там была как бы сумма каких-то полилогарифмов от квадратных корней умножить на полилогарифмы, и вот тут уже нет корней, то есть чтобы в одной из частей как бы корни исчезли. И оказалось, что есть такая, единственный способ так сделать, он строится по вот этой алгебре Куна-Краймера и использует ее универсальное свойство, и тогда легко видеть из соображений, ну, в общем, дальше легко доказать, что если вы уже так представили, то эта часть обязана занулиться. Это некоторое отдельное рассуждение. Но в частности это дает очень много соотношений как бы между вот этими полилогарифмами без квадратных корней. Вот, а дальше выясняется, что если вы возьмете такую же формулу, которая вот для Кули, то есть без квадратных корней, то у нее умножение такое же, там вот вторая часть просто такая же, а здесь будет стоять, ну, нечто другое. Но она устроена очень похоже. И на самом деле просто есть общая формула, которая обобщает обе сразу, она у меня в статье называется Quadrangulation Formula для формальных полилогарифмов. И вот формальный полилогарифм это что-то типа полилогарифма от квадратных корней, то есть что-то, что почти никаким швостом не удовлетворяет, там просто между квадратными корнями от двойных отношений и соотношений особо нет. Вот, и в этом смысле эти две формулы просто следуют из одной общей. Но на этой формуле как бы удалось заметить некоторые утверждения, которые просто в другой формуле тоже нужны для доказательства. Вот так скажем. Но это, естественно, не объяснение, а просто откуда это взялось в таком порядке, потому что вначале появилась эта формула, а потом та. Но объяснение такое, которое было бы удовлетворительным, оно такое было бы, но я пока не могу его придумать. Вот если вы возьмете M0, 2M плюс 2, то на этой штуке как бы можно, вот это S накрытие, то можно рассмотреть некоторое супермногообразие, у которого вот эта штука будет подлежащей схеме. То есть что это значит? Что на этой штуке есть некоторое расслоение векторное. И вот это расслоение, на ней есть расслоение E. Это как раз, ну, я красиво напишу, это как раз расслоение, у которого слои, это то самое E, которое я строил с помощью индекса масла. Вот это расслоение на M0, 2M плюс 2. И дальше можно описать некоторое супермногообразие, у которого подлежащее пространство вот это, а подлежащее векторное расслоение вот это. и некоторое супермногообразие и дальше можно спросить, а что квадратичная форма q, которая у меня строится, которая играет роль в индексе масла, которая появляется и нужна для арт-схем, что она значит? И ответ, что на самом деле на этом многообразии, как на супермногообразии есть суперсимплетическая структура, симплетическая структура и вот это q, это нечетная часть, ну или четная одна из частей симплетической структуры, а другая другую часть обычную тоже можно выписать. Вот, и она уже обычная, там какие-то d, log, там x1-x2 поделить на x1-x3, там сумма по треугольникам вот таких выражений. Вот, и соответственно, как бы дальше у вас получается, что вы, грубо говоря, у вас есть расслоение, в нем какая-то структура симплициальная, и дальше вы интегрируете по ней как бы квадратичную форму, которая связана вот с этим вот q, ну как бы e в степени минус q квадратичную форму, q по сути дела интегрируете, и вот это, это объем ортосхемы. Вот, ну и у меня есть надежда, что можно в каком-то смысле наоборот вот этот полилогарифм qi квадратингулярный описать как такую же, ну как бы написать некую общую версию, у которой нечетная часть будет вот этим, а четная часть будет qi, то есть какую-то суперверсию, где эти две части будут связаны между собой. вот, но пока что у меня не вышло. Еще какие-нибудь вопросы? А ты что-то говорил про Милнера Вита, а я там, не знаю, наверное, прослушал в том месте. А ты можешь еще раз вернуться и может какой-нибудь вопрос сформулировать? Да, 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 но я тут вопрос не очень, не очень хорошо поставленный, как бы я могу сделать наблюдение, которое несложное и которое на самом деле я даже где-то видел. Мне сходу не сообразить где. Значит, вот есть вот эта конструкция, значит, и что она дает, еще раз, она дает по, значит, она есть конструкция, которая дает, если у меня есть три вектора на плоскости и на плоскости есть вот эта форма, то она по нему мне дает одномерное квадратичное пространство. Вот, ну, там пространство одномерное, там E 1, 2, 3 с вот этой формой куб. Значит, если у меня есть четыре вектора, то я могу использовать вот свою конструкцию, рассмотреть двумерное пространство E 1, 2, 3, 4, куб. И, как я описывал, оно раскладывается в сумму двумя способами ортогональных. Это сумма, вот связанная с реангуляциями, 1, 2, 3, 4 и, ну, в общем, вот такая сумма и вот такая сумма. Вот, сумма одномерных квадратичных пространств. Значит, теперь у вас есть четыре пространства таких, значит, есть такие пространства, между ними соотношение. И дальше легко проверить, что это и есть стандартное соотношение в группе Витта. Я правильно говорю группа Витта, когда я говорю, группа с однообразующими соотношениями, где квадратичные пространства это соотношение, ортогональная сумма это, где квадратичные пространства это образующие, а через ортогональную сумму пишутся отношения. Это скорее Гротендико Витта. Ну, может быть, да. Ну, если у тебя гиперболическая форма обнулена, то Витта, а если ты формально обратил что-то, то Гротендико Витта. Ну, давайте я вот, честно говоря, лучше не буду вязать в тонкости, тут, наверное, можно по-разному. Но, в общем, можно такую вот штуку взять. И это, ну, абсолютно понятно. Если вы дальше возьмете не четырехугольник, а там n-угольник, то понятное дело, что вы получите, ну, грубо говоря, соотношение между соотношениями в этой группе. Но, в каком-то смысле, на этом уровне ничего интересного. Но, с другой стороны, я могу взять вот эту штуку и с помощью вот этой конструкции, которую я описал, я могу построить, то есть, с одной стороны, у меня есть какие-то соотношения между соотношениями в группе Витта, а с другой стороны, у меня есть ну, настоящее образующее в, ну, в этой аш, в алгебре Хоббфа-мотивов, да, то есть, как бы почему-то у меня получается, что у меня один тот же объект задает тезигие соотношений в группе Гротендика Витта, а с другой стороны, он задает образующее в алгебре Хоббфа-мотивов, тейта. И я не знаю, какая между ними связь, но, казалось бы, как бы обычно, когда у вас есть какие-то высшие сизигии между соотношениями, то это способ добраться до высших соответствующих групп, ну, а как бы она образует, она называет образующие, которые, понятное дело, если вы там найдете их линейную комбинацию с коумножением 0, а коумножение тоже в терминах этих квадратичных штук пишется, то вы найдете элемент как бы мотивных когмологий первых, да, там, с коэффициентами какими-то. Вот, ну и как бы вот есть ли какая-то связь между сизигиями соотношений в группе Витта и вот этими мотивными когмологиями здесь, я не знаю, но мне показалось, что должно. Ну, и опять же, есть вот эта загадка с супермногообразиями и как бы, как вот это все связано с этим. Тут как бы напрашивается некоторая версия супер, версия группы К2 Милнера, но, ты могу отдельно сказать, но как бы я совершенно не понимаю, как она должна быть устроена. В точность. Скажу, конечно. Интересно. Ну, я тогда скажу просто такой вот факт тоже, но он абсолютно вычислительный, но он как бы имеет ко всему этому отношение. Сейчас. Вот такое наблюдение. Сейчас секундочку, я пойму, где я буду. Такое наблюдение. Значит, давайте, значит, такой факт, который я узнал от Фука, я не знаю, где-то, если это где-то еще написано. По-моему, это такой полуфайфлёр. Значит, давайте рассмотрим P1, ну, как бы супер P1. Вот. И на конфигурациях точек на супер-версии P1, ну, тут есть как бы конфигурация точек, не знаю, там, X1, X2, X3, X4, там, с какими-то этими нелепатентными, так сказать, параметрами. Вот. И у них можно так же, как и у обычных точек, развивать теорию инвариантов. Я в этом все немножко слаб, но как бы я так сказать. Значит, и тут вот аналог Плюкеровых координат дельты и жид, которые, ну, как бы, X и T минус X жид, и, грубо говоря, да, их аналог, это теперь X и T минус X жид плюс соответствующее произведение нелепатента. Вот. Значит, дальше можно написать двойные отношения, которые пишутся, ну, так же. И, наконец, можно написать нечетный инвариант у тройки точек. Если у вас есть тройка точек, то, ну, 1, 2, 3, то у него есть нечетный инвариант, который будет обозначаться, там, ню 1, 2, 3, и у него есть какая-то совершенно удивительная формула, там, с какими-то квадратными корнями, и она очень близко к вот этой форме, значит, тут надо написать эти точки, там, X1, 1, 1, 1, вот так кажется, вот, который очень близок к вот этой формуле квадратичной, которую я сейчас опишу. Значит, вот, в общем, есть вот эта вся история, которую, как я понимаю, Манин придумал изначально. Вот, и тогда можно, значит, спросить себя такую вещь. Значит, рассмотрим M04, ну, в смысле, вот это супер, конфигурации, конфигурации четверых точек, и на нем можно написать, значит, давайте, вначале рассмотрим просто M04, я прошу прощения. Значит, тогда есть такая картинка, которая в картуре Милнера возникает, стандартная такая самая, сейчас я ее выпишу. Значит, есть стандартная картинка, что как бы, вот если вы хотите, если у вас есть K2 Милнера, то вы можете ее строить так, вы берете конфигурацию трех точек в векторном пространстве V двумерном, и по конфигурации трех точек вы выписываете вектор в K2, значит, это вы берете векторы V1, V2, V3, и вот тут выписываете выражение Δ1, 2, внешний Δ2, 3, плюс Δ2, 3, внешний Δ3, 1, плюс Δ3, 1, внешний Δ1, 2. Вот, а если вы возьмете конфигурацию четырех точек V, и, ну, вот это отображение забывает одной из точек, то вот это отображение, оно перейдет в ноль, потому что на самом деле оно перейдет, четыре точки V1, V2, V3, V4 переходят в элемент двойное отношение на один минус двойное отношение, то есть на стендерк. Вот, и вот эту картинку можно в некотором смысле обобщить на вот эту суперверсию. Значит, как это обобщение устроено? Продолжите. Как это обобщение устроено? Значит, мы берем теперь четыре точки, вот эти V1, N1, V2, N2, ну, в общем, конфигурацию как бы четырех точек, ну, такой супер, как бы. Вот, и по ней я могу построить конфигурацию троек точек супер, и, значит, эти тройки точек, это будут, ну, как бы тройки V1, N1, V2, N2, V3, N3. Вот, и тогда, значит, вот я могу на это так смотреть. Значит, есть такое соотношение, можно доказать, что если вы рассмотрите, ну, вот, скажем так, я такую напишу дифференциальную форму, которая соответствует вот этому элементу в К2, который у меня был выше написан, вот этому, я напишу, ну, как бы, делог, делог эту форму. Если вы рассмотрите по конфигурации трех точек форму делог, там, дельта 1,2 поделить на дельта 1,3, внешний делог, дельта 1,2, дельта 2,3, это вот та самая два форма, которая была написана выше в К2 Милнера, ну, только это в омега 2. Но я теперь могу к ней добавить еще нечетную часть, я добавлю ню 1,2,3 в квадрате. Теперь у меня появилось, ну, то, что это квадратичное выражение, неудивительно, потому что, ну, как бы, дельта 1,2,3, потому что нечетная версия симпатической формы это квадратичная форма. Вот, и поэтому у меня теперь получилось, что в каждой конфигурации трех точек у меня соответствует вот такое вот выражение, которое, ну, такая, два формы, или, если хотите, элемент К2 Милнера, плюс некоторое, в общем, симметрическое выражение. И теперь я могу спросить, допустим, я возьму четыре точки, верно ли, что вот у меня есть вот эта форма, там, давайте я как-то обозначу ее там, не знаю, там, омега 1,2,3, и можно спросить, вот что насчет омега 1,2,3 минус омега 1,2,4 плюс омега 2,3,4 минус омега там, 1,3,4. И ответ, что эта штука на самом деле будет точной, ну, как бы, то есть ноль, по сути, в соответствующем версии К2 Милнера, такой суперверсии, которую я не знаю, как писать, и соответствующее выражение, от чего она дифференциал, ну, так сказать, это Ли2 от двойного отношения, то есть обычная, обычный диалогарифм, плюс, и дальше вот самое удивительное, нужно взять ню 1,2,3 умножить на ню 1,3,4, то есть нужно взять какую-то пару треугольников и перемножить вот эти нечетные координаты. И дальше умножить на вот тот самый логарифм единица плюс квадратный корень 1,2,3,4 поделить на 1 минус квадратный корень 1,2,3,4, который у меня все время появлялся до этого. Объем артасхемы. Вот. И в итоге, ну, как бы, по сути хочется сказать, что вот есть такая версия группы К2 Милнера, когда у вас есть, ну, вот, обычная К2 Милнера, а еще есть вот такие образующие, которые, как бы, квадраты нечетных координат, и все это вместе, вот эта штука играет роль Станнера. Но, естественно, как бы, даже как это хорошо спросить, я не знаю. Это просто такое наблюдение. А, ну, а, соответственно, вот эти штуки и соотношение между ними, это как раз те самые соотношения между артасхемами и группой Гротендика Витта, которую я рассказывал до этого. Это тоже легко видеть. Вот эти штуки можно описать, как, как бы, ну, в общем, они соответствуют вот этим векторам в Е, которые, которые, ну, через которые я строил артасхему, которые треугольникам соответствуют. А квадратичная форма Ку это в точности та самая квадратичная форма, которая вот здесь возникает из вот этих выражений, если сложить их по всем треугольникам. То есть это сумма Д, Ню, Т в квадрате, где по Т треугольники в треугуляции. Это вот и есть путь. Вот такая история. Мне кажется, было бы красиво, если бы какая-то К2 Милнаровита здесь появилась, а что-то новое, может быть, было бы не так красиво. То есть, может, под ответ надо пытаться подгонять. Я не знаю. У меня дурацкий вопрос. А К1 бывает? Только это понятный и простой? Я не знаю. Слушайте, К2 все-таки сложнее, наверное, чем К1. Ну, тут просто с К2 понятно, откуда начинать. Я понимаю, что формула, формула какая-то есть, и на нее можно смотреться. Причем я хочу заметить, что вот эта формула, которую я написал, вот эта СЛИ2, вот эта ДЛИ2, вот эта сумма, это очень сложная для доказательства формула. То есть она доказана в одной статье Пеннера, которую я видел, про суперструктуру, суперсимплетическую структуру на пространстве Техмюллера, суперверсия пространства Техмюллера. Но доказательства это зубодробительное вычисление на пятой странице. То есть как бы это тоже некоторое чудо, что такая формула есть. Но она так, естественно, обобщает конструкцию К2 Миллнера поля через вот эти конфигурации, что я бы, представьте себе, что тут должно быть на месте К1, я не знаю. Мне кажется, К2 проще. Продолжение следует... Продолжение следует...